Это ужасно. Безусловно, конечно, очень страшно. В первую очередь за детей, потому что здесь очень много семей живут именно с детками. Поэтому здесь в качестве безопасности должно быть максимально все выстроено. В Академическом обвалилась часть фасада жилого дома. С высоты 22 этажа упал кусок облицовки длиной более чем в 30 метров. По словам местных жителей, повреждены внешние подоконники, декоративная плитка и часть стены. Накануне представители застройщиков скрывали облицовку для обследования здания. Возможно, рабочие недостаточно прочно закрепили элементы. Местные жители уже обратились в Роспотребнадзор и губернатору Свердловской области с требованием разобраться в причинах обрушения. Старшая дочь у меня 14 лет, она идет в 8 класс. Средняя дочь у меня идет в 1 класс. Очень даже рада, что нам помогли такими подарками. Я не работаю, я сижу дома еще с ребенком, у меня их трое. Мне это очень важно, что такая помощь есть. 300 екатеринбуржцев приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Наборы с канцтоварами получают многодетные, малоимущие, а также семьи, воспитывающие детей и инвалидов. Акция проходит второй год подряд. Организатор, депутат городской думы Алексей Вихарев. В прошлом году наборы получили 4,5 тысячи семей от Женикидзовского района Екатеринбурга. Прием заявлений на учебный подарок продолжается. Письмо можно отправить на электронную почту депутата. Также заявки он принимает и в социальных сетях. Акция продлится до 1 сентября. Дети – это наше будущее. Это то, ради чего мы живем. И здоровые дети – здоровая нация. И умные дети – это умная нация. Соответственно, это наша прямая обязанность. Каждый на своей должности, на своем посту каким-то образом должен помогать детишкам учиться хорошо. Ну и понятно, что это святой долг обеспечить всем необходимым для этой учебы. В хоккейном клубе «Автомобилист» вспышка коронавируса. В результате планового тестирования положительный результат на COVID-19 получил каждый третий игрок основного состава. Также коронавирус подтвердили у главного тренера команды Билла Питерса. Всех заболевших изолировали, хоккеисты проходят курс лечения. Субтитры создавал DimaTorzok